Здравствуйте, продолжаем практику. Сегодня у нас шестой день, неделя, естественно, шестой канал восприятия, то есть то, что у нас происходит внутри, условно. Мысли, чувства, состояния, разные феномены, которые появляются, исчезают, и мы их распознаем как внутренние. Ну что же, давайте, как обычно, начнем просто в целом с общего состояния, как вы сейчас, как телесно себя чувствуете, как дышится, какое настроение, общее состояние, какие в нем оттенки, особенности сегодня. Пока мы с этим ничего не делаем, просто можем побыть немножко так, как будто затрагиваясь до себя, как мы есть. Дальше пересечем символические границы нашего пространства и пойдем дальше в настройки. Вот когда мы психонечку вводим в пространство практики, все формально, мы ничего не делаем, можем замечать, есть ли какая-то хотя бы небольшая, но разница, мы входим в специфическое пространство нашей практики. можем почувствовать тело еще раз, и как-то, если нужно, позу отрегулировать, сесться удобнее, устойчивее. После чего ненадолго, давайте, делим внимание внешнему визуальному, внешнему пространству, в визуальном канале, просто глядимся там, где мы есть, из той точки, где мы есть сейчас. Через этот взгляд, напоминая себе, вот я здесь, в этом месте конкретном. Взгляд может останавливаться на каких-то объектах, предметах. Можем замечать, что его зовет, что его привлекает взгляд. Почему-то мы останавливаемся на одних объектах, другие. Мы проходим быстрее. Одни выделяем, другие видим как фон. Просто можем обращать внимание на этот аспект. Какой-то момент можно посмотреть перед собой, отпуская взгляд, позволяя ему расфокусироваться. Замечая разницу тоже, когда взгляд сфокусирован, сосредоточен, и когда он расфокусирован. В чем разница для вас? Можем вспомнить, что пространство есть над нами, по бокам, сзади, со всех сторон. Под нами есть опоры, которые мы можем чувствовать азом, отпуская на нее вес. В какой-то момент можно позволить глазам закрыться, чувствуя, опять же, осознавая, что меняется. Что он начинает переходить в большей степени в восприятии, когда визуальный канал ушел. Нужно поддыхать несколько раз поглубже. Спускаю выдох. Спускаю вместе с выдохом вес тела. Какие-то напряжения лишние. Затем приведем внимание в большую таз, немножко побудем с ощущением опоры, плотности контакта. Затем вырастем вверх макушке, как будто подвешивая ее, бородок слегка при этом утапливается в горло. Чуть-чуть вытягиваем себя за макушку вверх, замечая, что это делает с нами. Дыхание немножко меняется, будет какой-то оттенок общего переживания меняется. Затем покачаемся, вперед-назад, из стороны в сторону, чтобы почувствовать вертикальную вось. и соберемся вместе. Тяжелый таз, чувство опоры, вертикальную вось, как, собственно, вертикальная опора. Макушка мягко устремлена вверх, бородок утопливается в горло, плечи стекают вниз с завесом рук, руки лежат спокойно, живот мы отпускаем. Вот так потихонечку-потихонечку размещаемся вот и позе, вот и в форме. Дыхание течет здесь же. Можем замечать, меняются ли оттенки общего переживания, общего состояния, пока мы так вот потихоньку настраиваемся, не спеша. Давайте уделим внимание своей мотивации, от этой части внутренней. Можем заметить, как, если мы обращаемся к этой области себя, как это переживается. Если мы вспомним, зачем мы здесь, прямо сейчас, сегодня, как это связано с общим путем, с жизнью в целом. Напомним себя об этом. Мы здесь не зря, не просто так. Посвятим практику чему-то значимому, имеющему смысл для вас, ценностно, глубинно, как-то, может быть. Обращаясь к самому, может быть, глубокому зову вашей жизни. Опять, если мы так вызываем такую вот мотивацию, вспоминаем о ней, то меняет ли это что-то, создает ли какой-то определенный оттенок перерывания. Как это проявляется. Затем, вернемся к телу, как обычно, пройдем по нескольким участкам, по всему телу, по отдельным участкам. Начнем с глаз, мышца вокруг глаз, пространство за глазами. Нижняя челюсть, если ее отпустить, повесить, чувствую вес. Здесь можем замечать влияние отпускания челюсти на дыхание, если оно есть. Язык во рту. Лицо. Боже, мышца, все лицо. Затылок, шеи, плечи. Плечи могут потечь вниз. Руки. Руки. чтобы почувствовать как они лежат спокойно и что-то весит этот вес рук чувство опоры в руках чувствуется переживается вот он к спине вернемся и пройдем я сверху вниз чувствую дыхание в ней и расширение падения и вся грудная клетка ребра шри от спадают передняя стенка спина все вместе движется грудная клетка и затем солнечное сплетение работ померенность ягодицы еще раз чувство опоры всякий раз приходя в эту зону зону таза отпускать вес чуть больше позволять телу усаживаться плотнее ноги от забедряных суставов к стопам снова вернемся целом тело к позе ты форме которой мы сидим располагаясь в ней как-то укореняясь в ней ягодицы 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 можем какое-то время обратиться к дыханию именно чуть больше беря каждый дыхательный цикл как один-единственный, начиная с начала вдоха двигаясь, двигаясь вниманием вместе с дыханием до завершения выдоха или завершения паузы к новому вдоху к новому вдоху хорошо, тело, дыхание могут быть для нас такой базой в которой всегда можно вернуться вниманием, опереться вниманием на это если внимание уходит куда-то в мысли или еще куда-то отвлекается вот телесные составляющие опыта, включая дыхание, у нас всегда есть всегда можем вернуться в эту область при этом давайте сейчас немножко расширим восприятие больше вот к этому пространству, которым мы называем внутренний мир во всей его полноте когда у нас мысли возникают, то где это возникает или пространство без мысли как оно переживается, как пространство действительно или как-то еще оттенки состояний, если вы их замечаете и все, что у нас, что мы относим сами, переживаем, это субъективно как внутреннее вот можно просто наблюдать это как такое возникновение, исчезновение феноменов различая при этом, что если возникает мысль, то эта мысль всего лишь к этой истории внутренней в виде образов, слов еще как-то проявляющихся в каждом месте есть пространство осознавания самого вот этого пространства где появляются и мысли, и чувства, и состояния можем быть как бы со всем этим пространством как-то так мягко распределяя внимание между телесной составляющей опыта, дыханием тем, что можем замечать в этой области возникновения мыслей, образов, слов изменения состояния знаете, какое-то время так посидим вот с этим акцентом при этом можем замечать, что мысли, если они приходят, то они состоят из того же материала, что все остальное из нашего сознания может быть они как водовороты, которые возникают в текущей воде как волны мысли, мы можем осознавать саму воду не только водовороты и волны давайте так посидим спасибо за просмотр! Продолжение следует... 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 Так меняющиеся, текущие изнутри наружу и, наоборот, снаружи-внутрь. Замечаю, что нет каких-то жестких, твердых границ между внутренним и внешним. Отпуская усилия. То есть если вы в какие-то моменты ловите, что делаете какую-то работу, напрягаетесь о том, давайте в эти моменты отпускать больше, как будто усаживаясь после работы. Позволяя себе немножко отдохнуть. В этом пространстве присутствие, осознавание. И, в общем-то, такого ничего не делали. Просто можем быть как есть. Давайте так посидим какое-то время. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok И постепенно будем двигаться к завершению, у нас примерно еще 5 минут, как обычно в конце, можем снова почувствовать себя в целом, как вы сейчас. Изменило ли в это время практики что-то, либо что-то немножко в вашем общем состоянии переживаний себя, как вы сейчас. Как обычно, я предлагаю обратиться в качество благодарности, которое нам всегда доступно. Мы можем начать с самого простого, вот мы здесь есть, собрались сегодня, как собираемся каждый день и можем просто поблагодарить друг друга вот за эту встречу сегодня, сейчас. За это пространство, которое у нас есть, которое мы создаем сами собой же. Если мы приходим сюда, значит, почему-то оно важно. Можем быть, проявить как-то эту благодарность друг другу за это событие. Затем с этим же качеством можем обратиться к своей жизни, которая протекает помимо этого пространства. У вас есть близкие люди, прочие существа, с кем вы делите жизнь. Можно повспоминать вот эти разные конфигурации пространств, возникающих в вашей жизни, с этими разными существами. Как-то внутренне поблагодарив за это субчастие события. Просто кто сейчас вспомнится, кого захочется поблагодарить. Также можем пожелать чего-то хорошего, доброго и в нашем пространстве здесь, друг другу, и в ваших пространствах других. Всем, кому захочется сейчас чего-то пожелать. Эта направленность к таким добрым пожеланиям к другим. Как она чувствуется? Делать ли что-то с вами? Какой создает оттенок переживания? Чтобы чуть больше вернуть в себе прошлого, можем вспомнить о нем, в каких-то прошлых встречах в своей жизни важных. Может быть, придут неожиданные люди и другие существа. Может быть, кто-то или что-то забытое. Если это когда-то было значимым, важным, ценным, можно сказать спасибо за эту часть жизни, часть пути, пройденной вместе. И учителя, как обычно я предлагаю, также в это пространство пригласить их, тех, кого вы считаете учителями, тех, кто важен для вас, тех, кого вы чувствуете как главных наставников в своей жизни. Тоже можем сказать спасибо. Может быть, что-то я не упомянул, кого-то я не упомянул. Вот что захочется поблагодарить за то, что у вас это есть. Могут быть какие-то обстоятельства, события, вещи, любой какой-то ресурс, который у вас есть. Может быть, просто вода, еда, воздух, интернет, какие-то отношения, еще что-то. Дыхание. Также, может быть, еще кому-то захочется пожелать от чего-то хорошего и доброго. Может быть, себе. Может быть, другим. И можем еще так как-то взглянуть в сегодняшний день, чуть-чуть в будущее, еще не зная его, конечно же. тем не менее, как хотелось бы проживать, чем встречаться с этим днем, с этим временем жизни. Каким, какой, собой. Что осуществлять больше, что воплощать, что важно. Взять эти вопросы с собой и возвращаться к ним в течение дня. Отпусти здесь все, что захочется отпустить сейчас. давайте себя погладим в плату всему телу. Тянемся, раскрываясь больше влядимся еще раз. Пространство, как мы начинаем эту практику, завершаем. Если какая-то разница для вас от переживаний пространства, видений себя в нем, чувствований, хорошо. И на этом завершим, закроем это пространство практики. Здесь мы посвятим творческому отклику. Сегодня у нас будет короткая встреча, поэтому напишите какой-то отклик, я их прочитаю, мы на этом закончим сегодня. и на этом я их прочитаю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Владимир, спасибо за практику и присутствие. Ирина, благодарю. Ольга, благодарю за практику. Владимир, это и есть освобождение. Как будто вся тяжесть мира упала с плеч в один миг. Взиона. Аромат чириканья птички нежно ласкает мое тело и дыхание. Расцветает жизнью, я начинаю учиться в мир. Александра. А кто только не заносит меня в водоворот, только иногда и удается высунуть голову и глотнуть воздух. Что же, спасибо за встречу. Можем еще выглянуть, кто еще может выглянуть. До следующих встреч. Счастливо.